Воростухин, ты моя фанатка! Это смешно! Комчонка, это смешно! Ребята, знаете, давайте я начну вот этот эфир сегодня с особого момента. Я хочу высказаться. Я просто ни разу за 12 программ этого не говорил, а сегодня я скажу. Накипело. Вы знаете, спасибо вам. Вот спасибо всем вам, кто вы сейчас в эфире. Реально, вот те, кто сейчас подключился, реально от души, вот прям приятное спасибо. Потому что, с одной стороны, как бы, ты такой, ты что-то делаешь, ну, типа ожидаешь. Вот, смотрите, развлекайтесь, вот вам контент, вот вам пассатенчику за победу. Но, с другой стороны, вам не было бы вас, не было бы игры. Реально, никто бы не смотрел, такой, да, все, выкинул бы этот стол, этот компьютер, этих редакторов, куча народу, которые здесь сейчас в этой комнате находятся. Все, и закрыли бы программу. А потому что вы есть, блин, все работает. Спасибо вам большое. Реально, всем здравствуйте. Это тема дня, 12-я игра. Правила, вспоминаю. На каждый вопрос дается три варианта ответа. Свою версию печатайте в комментариях. Из правильно ответивших на вопрос 100 рублей получает рандомно избранный единорогом человек. Он с вами свяжется. Участвуют только живые открытые аккаунты. А, там, походу, разберемся. А, ну не то, чтобы живые, открытые. Главное, открытые. Живые, ну, можно там полумертвые, полуживые. У меня периодически мы высылали деньги тем людям, у которых даже на аватарке ничего не было. Я думаю, в какой-то момент, может быть, мы и перестанем это делать. Но пока что, как бы, если... Ну, фортуна на стороне человека. Ну, что я могу поделать? Ну, может быть, он какой-нибудь маньяк, который режет мышат после 12 ночи. Кто его знает? Ну, фортуна на его стороне, черт побери. Блин, и выиграл он сегодня. Всем здрасте, заходите. Смотрите, все коротко. У нас 10 вопросов, 20 секунд размышления, 3 варианта ответа. Пишем так же, как написано вот на экране. Даже если на экране написано с ошибкой, прям пишите так вообще. Написано, я не знаю, там, Питер. Нет, Санкт-Петербург. И все пишут, Санкт-Петербург. Нет, мы понимаем Питер. Если написано Питер, написано Питер. Все, я родился в этом городе, имею право так его называть. И пишем только один вариант. Если вдруг вы напишите 3 варианта сразу в комментах, то смотрите, у нас Павлики Морозовы. Наши агенты везде работают. Как в тот раз, Егорушка, если ты сейчас смотришь этот эфир, прости, но тебя спалили в прошлом эфире. Сказали, Егор ответил несколько раз. И сразу Егор. Привет, Ростов-на-Дону. Привет, Бенск. Питерская разборка. Е, Казахстан, все здесь и тут, все рядом. Да, обязательно придут. Даня, привет. Рамбутан, почему бы и нет. Black Interference, поздравляю с прошлой победой. Тема из Питера. Of course, of course, of course, my friend. Все, let's go, поехали, по ходу разберемся. Это вас новый ведущий. Первый вопрос. Как переводится слово доширак? Лапша, завтрак или скорость? Как вам такой факт? Приди, вот сразу мы с козырей зашли. Вы же никогда не задумывались. Просто вскрывали эту упаковку, добавляли туда сосисок, майонеза и говорили, не-не-не-не, вот здесь вот левее бери, левее, левее, вот здесь вот. По-корейски доширак называется тосирак. Я был в Сеуле, мы там снимали документалку. Реально, вот едят, а все его употребляют тосирак, что переводится, да, завтрак, завтрак тосирак. Но когда они вышли на международную номеровую арену, они переименовали это до-сирак, до-ди-о-сирак. Но когда они вышли, я вам сейчас покажу ружаку, я не знаю, кому сколько лет, но вот с такой упаковкой они появились вот у нас на российский рынок, и видите, там написано до-сирак. Ну, естественно, что и дурак покупать до-сирак. Никто не покупал до-сирак с таким-то названием срака. Ну и так, блин, я сказал это вслух, капец. Ну, в общем, переименовали они все это дело в до-ширак. Третий правильный ответ, и это у нас Владиславярин. Владиславярин, не помню такого человека, чтобы у нас побеждал, это значит, он победил в первый класс. Я так люблю, когда побеждают новые люди, вообще супер. Владиславярин, Владиславарин, я тебя поздравляю. Можно я буду вот так вот сегодня вести? Можно я буду не выговаривать слова? Но самое главное, я буду вопросы говорить правильно. Итак, сначала съел до-сирак, теперь до-сираю. А, класс, вы подхватили мой юмор сегодня. Да, 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 да. Кстати, давно до-сирак... Блин, давай поедем тебе до-сирак. Блин, я какое-то время так плотно на этом сидел. Второй вопрос, поехали. Let's go. Что текло из крана в доме нобелевского лауреата Нильса Бора? Хлоргексидин, антисептик или пиво? Нильс Бор. Он получил нобелевскую премию застанет первой квантовой теории атома. Ну, вы все это знали, я не знаю, зачем я это вообще произношу. Это же прямо на поверхности. А из, собственно, крана у Нильса Бора текло пиво, пиво. Он же датчанин, да, и когда он получил нобелевскую премию, пивоваренная компания Карлсберг, датская, так как, чувак, это офигенно вообще. Это так супер, что ты получил нобелевскую премию. Мы дарим тебе дом, прямо рядом с пивоваренным заводом, и в этом доме подключено к крану прям пиво. Ну, и типа Нильс такой, да, нет, нет, да, да, переезжаю. И переехал жить в этот дом. Пятый правильный ответ. Саша Кроткова или Кроткова. Саша, Александра, Александра, люблю имя Александра, не знаю, что-то в этом имени есть, какой-то такой, сила какая-то есть. Красота. Саша Кроткова, поздравляю тебя с победой. И, кстати, у меня есть подруг Гар. Кроткова, по-моему, Кроткова правильная, да, ударение? Кроткова или Кроткова? По-моему, Кроткова. Без разницы, кивает единорог, говорит, I don't give a shit about other Саша. Итак, третий вопрос у нас для... А, картинка, смотрите, здесь те, кто только присоединились, понимают, что происходит, what the fuck, what the fuck? Я бы... Петя, мы сестры, у тебя жена Александра, сестра моя. А, серьезно, Алекс Кротков, вот оно. Алекс Кротков, это мой друг из Мексики. Это твоя сестра? Обалдеть, опять Куплина. Кстати, by the way, Куплина. Я вам, знаете, что скажу, друзья, по поводу Куплина и моих друзей. Да, у меня всего лишь там 24 тысячи друзей, подписчиков здесь, в Инстаграме. Периодически они побеждают. И большинство из этих друзей отдают свой призовой фонд в фонд следующей игры. И вот Дима, Дима Арганак, помните, в прошлой игре победился? Такие, все куплено. Он отдал свой сотенчик в призовой фонд. Поэтому мы этот сотенчик отдадим на 10-й вопрос. На 10-й вопрос, да? 10-й или на 5-й? Давай на 10-й. Давай на 10-й вопрос. Окей, все, 10-й. Итак, поехали. Поэтому, третий вопрос. Какие-то варианты, все что угодно. Понеслась. Для чего нужен этот предмет? Ничего больше не буду говорить. Вообще ничего. Nothing. Nothing. Что там? Просит кого-то разбанить. Ребята, если я кого-то забанил, это значит была причина. Сорян. О-е. Для съемок. Смотрите. Тут сразу оговорюсь. Сразу оговорюсь. Сразу оговорюсь. Может быть для съемок, для фильма, для кино. Да, это вот моменты съемок «Властелина колец». Они сделали огромную вот эту вот копию кольца. Непосредственно вот как он есть. Прям чумк. И типа на макро так сняли. Представляете? Куча денег у людей. Не чтобы нормальное кольцо поставить и линзу чуть поменьше сделать. На макро снять. Нет. Надо было им вот прям сделать вот такое дубление. Для одного кадра. Прикинь, сколько у них денег? Обалдеть. Короче. Для съемок, для фильма «Властелин колец» и так далее. Вот эти все варианты заходят. Поэтому, собственно, ждем. Ждем. Что там? Все ждем. Сейчас единорог. Единорог там выписывает. Давайте какая ответственная работа у единорога. Вообще. Так. Что там? Колесо. Все, понеслась. Дергилева привет. Я твой фанат. Что на... Нас смотрит Дергилева. О май гаааааааааааааон. Лирка, привет. Здравствуй, красотуля. Все. 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 Для съемок уже поздно. Уже прошло 20 секунд. Мы четко за этим следим. Да. «Так-то похоже на кольцо со съемок». А, вот он так написал. «Так-то похоже на кольцо со съемок». «Даниги». «Даниги». Низкий... Что у меня с языком? Короче, подчеркивание 23. И потом кавычки. «Даниги». «Даниги». «Данигер». Вот, давай так, давай так. Сейчас такое время. Слово «нигер» очень популярно. Поэтому, «Даниги», я тебя поздравляю с победой. Конградс искренне из наших толерантных уст. Теперь «Е», я фанатка. «Е», почему нет? «Бадрину», «Бадрину тоже привет». Смотрите, на всякий случай, те, кто только присоединились, и такие «А, что такое? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Я был первый, у меня на телефоне я был первый». Ребят, задержка. Несколько секунд. У каждого на телефоне комментарии в разном порядке всплывают. Поэтому не имеет никакого значения, что у вас на телефоне. А что на телефоне? У единорога не телефон. У него волшебный такой радужный компьютер. Самый объективный на планете Земля. Четвертый вопрос. Поехали. Какого населенного пункта нет на территории Российской Федерации? Париж, Берлин или Лондон? Вот типа все есть, а вот этого нет. Умею, да, я уточнить вообще? Ну ведь так нечестно, когда у кого-то задержка. Абсолютно верно. Именно поэтому мы берем пятый, шестой, седьмой, восьмой вопрос. Чтобы было объективно, чтобы было честно. Лондон is the capital of Great Britain is the correct answer. Лондона не существует. Ну, он существовал какое-то время, но потом я сейчас расскажу. Знаете, в каком году? В 61-м году в Алтайском крае был Лондон, а потом его переименовали. А Париж и Берлин есть. И все в Челябинской области. Сейчас картинку смотрите. Сейчас у вас на телефоне появится ржака. Смотрите. Вот это Париж. Это называется село Париж. Оно существует в России. И это Эйфелева башня там построили, прикинь. Реально, это село Париж, оно существует. Туда приезжают туристы просто сфоткаться. Поэтому, если вам делать нечего, немного денег, но хочется новых фоток в инстаграме, типа, о, Париж, увидите мереть, вот это, он вроде Бальзак и тому подобное, езжайте в село Париж Челябинской области. Я уверен, там очень вкусно кормят. Шестой, правильный ответ, Алексей Казаков. Алексей Казаков, конградс, поздравления наши, я тебя поздравляю, новый человек. Эй, класс. Челяба, хочу в Париж, крошка, езжай, конечно же. Итак, поэтому Челябин, привет, Челябинску. Рок-н-ролл. Двигаемся далее. Пятый вопрос, музыкальный. Не обязательно музыкальный, звуковой. Я традиционно ничего не говорю, чтобы вас не перебивать. Пятый, поехали. Просто читайте вопросы, отвечайте. Нифига вы вообще, ни в чё себе. А чё вы такие сообразительные все? Чё я, я думал, сейчас начнётся там японский, там Денис Клерово написал японский, а большинство все сразу по-корейскому пошли. Летс го, сразу понеслась. Ничего вы вообще, красавчики. Респектули вам несусветные. Действительно, да, есть такая группа корейская. Girls Band Infinity of Sound. Перепевает российские песни. Буквально несколько лет назад на ВДНХ был у них концерт. Они, сейчас у них есть клип на дельфины, собственно говоря, Муми Тролля. И миллион-миллион на Алый Хрос, Алый Пугачёв. Посмотрите в Ютьюбе, они играют на национальных корейских инструментах. Очень крутые ребята, реально. Прямо конград и наше поздравление. Так, мы можем? У нас есть победитель, есть третий. Третий, the three. Вера Кинч! Вера Кинч! Who is Вера Кинч? Здесь-то точно понятно, что это она, Вера Кинч. Я тебя поздравляю. Поздравляю, Вера Кинч! Вот это да, ты посмотри, что происходит. Просто фортуна взяла такая. А давай-ка я на Веру Кинч. Поздравление, поздравление, молодец. Открывай свой аккаунт, жди в гости единорога, который скоро к тебе приедет с сатенчиком. Ой, это я все говорил на фоне Веры Кинч. Так, двигаемся далее. Шестой вопрос, понеслась. В каком городе появился первый в мире мост с электрическим освещением? Киев, Прага или Питер? Вера Кинч словила. Почему из Клевера ушли? Кто там теперь ведущий? А в Клевере теперь ведущий к Жнакадлюсь. Там нет ведущего. Знаете почему? Потому что Клевера нет больше. Представляете, вам никто не говорил? Вам два года никто не говорил, что Клевер не существует уже? Ребят, прикиньте, в Питере построили первый мост, литейный мост в Питере. Это был первый мост, который с электрическим освещением. Знаете, в каком году? Еще в 1879 году. Везде был газ, а они не смогли газ подвезти. Говорят, а давай будем прогрессивными и сделаем электричество. И провели как-то у нас питерская тему, да, сегодня всплывает уже несколько раз. Но потом все равно поставили газ. От, подонки. От, подонки, подонки, подонки. А как вернуть в эфир Клевер? Это жесткий вопрос. Да, да, это жесткий вопрос. Так, пятый, пятый. Little Evil 01. Маленькое зло. Ах ты, маленькое зло. Причем 01. То есть я уверен, есть Little Evil 02, Little Evil 03. Короче, ты самое главное, первое зло. Я тебя поздравляю, становись добрее. Потому что у тебя есть сотенчик, у тебя есть 100 рублей. Жди в гости единорога, она тебе скоро придет и передаст на телефон или на карту. А если вы из другой страны или ближайшего зарубежья, то Киви кошелек тоже работает. Как показало время. Проверено. Выиграла Мария Шведова. Кто такая Мария Шведова? Второе зло. Evil Angel. Это все ее знают, что ли? Машу Шведову знают? Ну, неважно. Окей. Так, поехали. Седьмой. Седьмой вопрос. Очень важный. Какая фамилия лишняя? Маркони, Мовчан или Хворостухин? Ребят, включаем логику. Включаем логику. Без нее вообще никуда. What's up? Три секунды у вас. Это очень важный момент. Либо сейчас, либо никогда. И... Хворостухин лишний. Хворостухин лишний. Знаете почему? Потому что начало не на М. Он выбывает. Потому что не на букву М. Маркони на М. Мовчан на М. А Хворостухин на Х. Мы просто взяли три абстрактные какие-то фамилии из телефонного справочника и вставили нам сюда в игру. А если честно... Скучаю, папа, ребят. Скучаю. Маркони, Мовчан. Веда, Веда. Так. Растухин, Маркони. Окей. Пранк о кашке. Ну почему бы нет? Крошка. Ну когда же ты выйдешь из этого возраста? Итак, правильный ответ. Are we ready? Рай кли... Рай клиник? Рай клиник. Ри клиника. Или ру клиника. Я не знаю. Да, давайте сделаем так. Подпишитесь на рай... Это какая-то... С нами играет больница. У-у-у. Он неправильно написал. А, он неправильно написал Охворостухин? А это ошибка. Error, error. О-о-о-о. Он неправильно... Единорог говорит, ошибка. Неправильно написал. Все, можно? Пере... О-о-о. Вот сейчас... Рай клиник как сейчас переп... Сарямба. Сарямба, ребята. Вот теперь правильно, louder play, если пишите вариант ответа, пишите правильно, louder play, я тебя поздравляю, последний момент, все потому что Хворостухин написал или написал, я не знаю, правильно, это древняя русская, я не знаю, пословица, поговорка, ора, пиши через о, я не знаю, как в других странах или там, в Израилях, например, но так ора, бомбануло в больничке, да, бомбежка. Маш, вообще просто, но как вы хотели, мы умеем удивлять, три вопроса осталось, восьмой, а, это, вы хотите удивление, поехали, догадайтесь, что вот это вообще такое, поехали, что это, а, 20 секунд вам на размышления, я восхищаюсь теми людьми, у кого это есть, маленькая подсказка, вот вам в голову пришла мысль, первая, вот первая мысль, которая пришла вам в голову, выбросите ее, прям выкинете эту мысль, вообще из головы, забудьте о ней, и возьмите на вооружение вторую мысль, ситечка, ой, мне так нравится слово ситечка, оно реально существует, ситечка для чая, это ситечка для чая, это штучка вот эта вот в конце, это как бы держалка этого ситечка, а там накручивается туда, собственно, чай, в чаек вставляется, поэтому ситечка для чая, ребят, это правильный ответ, нечего мне больше сказать по этому поводу, что там, у нас есть хоть для, ну, для, или для чая, или для заварки, кто-то, о, есть ответ, ну, как, что-то вокруг, да, около, что, О, Аристан Геннадий? Опять? Снова? Аристан, окей, Аристан Геннадий, что ты будешь делать? Ну, Фортуна опять на твоей стороне, он какой у нас по счету правильный? Да ладно, серьезно, Аристан Геннадий, дружище, так, все в комментариях завидуем, завидуем Аристану. Пока что этот человек у нас выигрывал три раза, вот на моей памяти это имя всплывало три раза подряд, ты уже три сотни поднял, бро, три сотни, я с добром это произношу, без зависти абсолютно, просто искренне, от души, три сотни, это я когда добрый, я так, я так разговариваю. Девятый, да, он позже написал, что позже, зависть, 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 давайте все вместе, зависть, опять я, я в шоке. Аристан, напиши вот сейчас в комментарии, ты оставляешь эти деньги или передаешь, например, пакет от, вот человеку в пакет от, вот у него хэштег пакет от, вот он, по-моему, ни разу не поправил, а, давай, Аристан, напиши прямо сейчас, давай, давай, ну, он, все, нет, Аристан отмалчивается, конечно же, я бы тоже отмолчался. Поехали, девятый вопрос. Какое слово родственное слову бык? Пчела, быт или почка? Этимологический, корень слова, ну, то, откуда все началось. И слово бык, и вот это слово, одно из трех вариантов, тоже схожее там по смыслу. Я вот умею объяснять, вообще, просто, вот, просто, я гений объяснения. Смотрите, пчела, при чем здесь бык и пчела? Я объясню, объясню, на старорусском, древнем, далеко, далеко, здоровенько, здоровенько, вот в эти самые времена пчела звучала как бкела, б, бкела. Потому что давным-давно на древнем русском казалось, что бу, вот это бу, слово бу, бу, это вот бык, бу, пчела, бу, бу, он тоже летит, бу, это тоже корень. И слово, кстати, букашка, тоже туда, корень туда же, бу, и это все одна этимология. Букашка, бык, пчела, прикинь, обалдеть, просто пчела, правильный. Гоги-джан! Гоги-джан, congratulations! Гоги-джан, поздравляю тебя, поздравляю тебя, амиго! Да, здравствуй, вот, как год, да, начался, казалось бы, ну так себе год 2020-й, а тут зашел такой и в 2022, о, смотри, ничего себе, ты прям, ты получил сатенчик почти 100 ровно в 2020, с ума сойти вообще. Все, и с этого момента, Гоги-джан, твоя жизнь изменилась, все, дальше только вверх, только вверх. Геннадий написал позже, окей, мы уточним, все пишут, Геннадий написал позже. Геннадий, не, не, Арестант Геннадий, не расстраивайся, но есть такая тема, мы иногда пересматриваем игры, если есть какая-то незакономерность, мы, естественно, лишаем денег этого человека. Разыгрывается 200 рублей, потому что человек, который играл до этого, Дима, Дима Арнаук, Димарнак, 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 в общем, мой друг Димарнак отказался в прошлой игре от сатенчика. У меня все-то, друзья, отказываются в фон следующей игры. Итак, заключительный, звуковой, музыкальный, с меня скрин, у меня запись экрана, она бесполезна, Вия Гейди, Вия Гайди, Вия Гейди, ну, в общем, не знаю, как там у тебя с личной жизнью, но твоя запись экрана бесполезна, потому что у каждого телефона экран по-разному показывает, разный порядок комментов, ребят, мы проверим. А мы собираем со всех, у нас, если вы не знаете, не буду сейчас технически, зайдите в правила игры на аккаунте Тёма Дня, я там все объяснял, я каждую игру объясняю просто. Поехали! Десятый вопрос, заключительный. Слушаем 200 рублей на кону! Ребят, ну понятно, что вот очень многие написали, что Лобода. Ребят, ну от Лободы можно это ожидать, тем более с таким-то новым мужем, реально, Тиль, Тильш, чуть ли не Тильшвайгер, как его зовут-то, солист это, Духас, Духас, Дукат, Дукат Лайц, постоянно забываю его, просто не люблю я эту группу, но тем не менее. В общем, от неё можно это ожидать, но это Гагарина. Гагарина на последнем нашёл Антона Беляева, исполнил композицию Лимбискит, роллин, 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 на, по-моему, Яндекс, в Яндекс.Эфире. Причём в комментах получила огромное количество хейтов, типа, это не я, но я считаю, что это классно, что она прям вышла за границу, сделала, пересмотрите, это прикольно, это прям, ну, прикольная история, реально, достойная. Поэтому, Полина, тебе респект, это классная история, мне лично понравилось, честно, я фанат Лимбискит, я думаю, если бы Фрайдер смотрел это видосом, он сказал, «Ау, да, that's fucking good, bro, that's fucking awesome», ну, или как-то так, я не знаю, хотя он уже старенький, вряд ли он бы так отреагировал. Кто у нас выиграл? Кто у нас выиграл? Аааа, да ладно, Самиль Хасиев, Арсенал, Самиль Хасиев, Арсенал, congratulations, one more time. Я помню, человек ужасно выигрывал, да, у нас периодически люди выигрывают по два раза. Самиль Хасиев, я тебя поздравляю, а тем временем, в финале сегодняшней программы, как всегда, танец, танец традиционный, are you ready? Сделайте, сделайте погромче, танец единорога, make some noise. Please welcome, the Unicorn, up in the club, спасибо большое за игру. Спасибо вам большое, это была двенадцатая, дюжина, горячая, дюжина, двенадцатая игра, тема дня, всех любим, всем пока, adios, ценим вас и любим, но, победа. Субтитры сделал DimaTorzok